Впервые в новом качестве в Рио губернатора Ямала посетил Новый Уренгой с рабочим визитом. Дмитрий Артюхов осмотрел объекты благоустройства. Один из них строится в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Это многофункциональный общественный комплекс под открытым небом. Напомню, за название и наполнение площадки проголосовали сами горожане. Теперь специалисты предприятия Уренгой Дорстрой воплощают проект в жизнь. Вместе с руководителем региона и главой города на строительной площадке побывал Павел Прожогин. Знакомство с будущим многофункциональным комплексом начинается с инструктажа. Безопасность прежде всего. Просьба не приближаться к технике ближе, чем на 20 метров, не игнорировать звуковые сигналы, которые будет издавать техника. Авторы идеи создания территории спорта и отдыха – общественники и новоуренгойцы. За ее строительство они проголосовали в рамках программы «Комфортная городская среда». Наполнение и название тоже обсуждали всем миром на электронной площадке «Живем на севере». Воплощает проект в жизнь компания Уренгой Дорстрой. Кстати, в нем учтены не только пожелания людей. Все дорожки рассчитаны шириной. Вопросы многие задают о зимнем содержании. Дорожки предусмотрены таким образом, чтобы проходила техника. Новоуренгой не случайно стоит первым пунктом в деловой поездке Дмитрия Артюхова. Здесь он провел детство. Кроме того, город – экономический центр региона. И самый крупный муниципалитет на Ямале. Новоуренгой развивается, отмечает руководитель округа. А многофункциональный комплекс под открытым небом сделает его еще комфортнее. Сейчас все только начинается. Подрядчик заверяет нас, что все будет выполнено в срок. Погода располагает. Я думаю, все для этого есть. Конечно, я с детства помню это место. Но нуждается в хорошем преобразовании. Дорожки заслуживают, чтобы здесь появился хороший спортивный центр под открытым небом. В зимнее время, чтобы был готов. Проект действительно масштабный. На площади порядка 16 тысяч квадратных метров появится несколько спортивных площадок. А еще сцена для массовых мероприятий, кафе и зоны отдыха. Зона будет компактная, но в принципе все, что планировали, все здесь уместилось. Это волейбольная площадка, баскетбольная, детские игровые комплексы, скейт-парк, мини-футбольное поле, уличные тренажеры. То есть в принципе темп набрали хороший. На сегодняшний день у нас работает порядка 60 человек на объекте. Около 41 техники. Открытие многофункциональной площадки ко дню города было бы хорошим подарком для новоуренгойцев. Но торопить строителей не стоит, отмечает Дмитрий Артюхов. Иногда лучше немного потерпеть, чем после торжественного открытия в авральном порядке устранять недочеты. Специалисты компании «Урингой Дорстрой» уверены в своих силах. Все идет по графику, сбоев и отставаний нет. Павел Прожогин, Антон Берестянский, служба новостей, «Импульс».